Добрый день, друзья! Здравствуйте! Дело в том, что тема, которая обозначена сейчас в эфире, она достаточно опасная, достаточно серьезная для того, чтобы выводить ее на главный канал для много подписчиков, поэтому я решил ее сделать здесь, хотя ничего предусудительного нет, но береженого, как говорится, Бог бережет, тем более, что мы сейчас в достаточно интересной ситуации, и все сейчас говорят, или многие говорят о том, что будет что-то Третья мировая, там, не знаю, Третья, Четвертая, Пятая, не знаю, сколько этих мировых, это все названия такие, вот. Поэтому давайте мы поговорим, я попытаюсь в этом случае кое-чего-то рассказать, причем это будет сразу, могу сказать, это будет первая часть, потом сделаю апдейт, конечно, сейчас людей здесь нет, это понятно, но запись, она будет так или иначе, поэтому давайте поговорим. Итак, есть библейские сказания некоторые, да, и они говорят вот о чем, к примеру, одно из писаний в Саум, определенные, да, кодовые, вообще-то говоря, тут все коды, гласит следующее, увидев возмездие, праведник радуется, он смывает ноги своих кровей и бангохульников, ну и так далее, да, другой, когда его будут судить, пусть он выйдет виновным, пусть его моритва будет сочетена за грех, пусть это будет дни его недолгие, да займет место его другой, 109-й псалм, с 1999 года, это вот, с 1999 года было сделано очень много прогнозов, большинство из которых имели вероятность наступления, которые, ну, примерно от одной, одна там, так, извиняюсь, я уберу сигналы, так, чтобы они не изменяли, да, хорошо, поехали, значит, дальше, то есть вероятность небольшая, ну, примеров много, но вероятность была одна, там, ста, до одной тысячи, ну, и примерно уже с 2015 года говорится о том, что до 15 сентября 2023 года, 15 сентября 2023 года, это, в общем-то, особенная дата, да, это Новый год, да, по еврейскому календарю, который наступает в 1784 год, да, он наступает раньше, чем календарный, по календарянскому календарю год, вот, то есть типа говорят, что до этого времени, до этого времени, Бог будет держать свою защиту, ну, защиту, так сказать, купол, да, над Израилем, поэтому здесь Ближний Восток программа, но это не только Ближний, это Средний и Дальний Восток, потому что мы привыкли называть, так сказать, в эпиходе Ближним Востоком, это то, что происходит там, Израиль, Сирия, Иордания, Иран, Иерак, ну, всё вот это будет в окружении, да, один Израиль. Но некоторое пророчество будет, ну, так сказать, прогнозы, да, и такие обороты, которых я не принимаю, но они существуют, поэтому речь идёт о Хазарской мафии, и вот это всё будет как праздник Ёмкий Пор ровно через 50 лет после войны, Ёмкий Пор войны, 1973 года. Поэтому можно сделать или считать точкой отсчёта вот этих событий, достаточно серьёзных событий. 7 октября, день, 2023 года, 50 лет. Ну, дело в том, что это прогнозировалось, и там могло всё закончиться, и там на грани буквально катастрофы было, на буквально самой грани, вот-вот Матвей уничтожить, но Израиль перешёл в наступление, и война закончилась победой. А вообще, да, мог быть, и уничтожить. То есть это произошло сейчас, новый этап, который проходит через 50 лет после этого. Я сейчас опираюсь не на политически-исторические какие-то факты. Исторически они действительно просто как коды. 50 лет назад, там, один месяц назад, 5 дней, там, не знаю, 8 апреля, 20 часов с такой-то назад. Вот. Много было предсказателей, и вот в начале, допустим, вот этой вот войны, совремён Ёмкий Пора, было сделано одним из предсказателей, он очень известный предсказатель, опять же, ну, не все, конечно же, знают, зовут его чат Джарнел Янг Брэнд, и это было сделано в 70-е годы. Был также фильм, очень интересный фильм, который назывался «Джерузолым» или «Иерусалим» 2015 года, где, так сказать, речь идёт, и я сегодня показал это на главном канале, в таком, скажем, ну, код города «Джерузолым», да, потому что «Джер» – «Ю-э-с-эй», «Ю-з-а-л-эм», «Джерузолэм», да, как произносится, не «Еерусалим» – это на русском языке, поэтому там нет слога «Ю-э-сэй», второго из трёх, да, три буквы, три буквы, три буквы, «Ю-э-сэй», «Джерузолэм», «Ю-э-сэй», «Съёмки пора». Ну, дело в том, что это юбилейный год, 50 лет прошло, в связи с тем, что тут есть на Земле стали происходить вещи, которые ужасные вещи по всем, к сожалению, так сказать, для тех людей, которые этого не понимают, для этого я говорю, к сожалению, и имеют отношение две глобальные какие-то вещи. первое – принесение, значит, животных в жертву, это было 5000 лет назад, и это разрешил Моисей, ну, который, вот, всё было бы здорово, замечательно, если бы не было вот этого момента, это был первый момент, 5000 лет назад, скажем, да, ну, а второй – всё больше учащающихся, потому что люди вообще категорически не понимают, и распоряжаются, значит, своим телом, и то, что в них можно запести, да, имеется в виду ребёнок, так, как они хотят. Вот им так хочется, и всё. Вот захотелось – легла, захотелось – залетела, захотелось – пролетела, вылетела. Вот это всё называется, вообще это называется легализация убийства младенцев, вообще-то говоря, да, по всем канонам, по всем законам, как хотим, не хотим. Вот, но тут называется, в наше время это называется оброт. Вот. Значит, пророчества о каких-то событиях, которые будут происходить, и здесь ко всему прочему вот отголоски этих событий, в которые вот сейчас речь идёт о Ближнем Востоке, да, всяких там и пророчек, да. Библейское пророчество из книги Даниила, 12-11, об установлении мудрости, об установлении какого-то мерзости, так называется, запустения, и начала войны с очень серьёзными разрушениями. То есть по 360-дневному календарю это длилось 1290 дней. То есть вот в этом пророчестве Даниила после, значит, заметьте 3-го, 11-го, 3-го, 11-го, 2020-го года, где официально, где официально было объявлено код, заметьте 3-11, значит, официально было, я сейчас считаю, 11-го, 4-е, 15-е, 18-е, смотрите, 3-плюс 11 не сокращается, это будет 14-е, и две двоечки, 4-е, 18-е, 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 это код, 3-шестротки. Значит, совместно с кодом 3-11 есть ещё код 3-шестротки, суммарная дата, когда Всемирная организация здравоохранения объявила плановые демоны. Вот это очень важно. То есть календарь, который у нас есть, это, в принципе, определённая форма кодирования, ну и в точности, поскольку это кодирование, то в нас вводят какую-то информацию, которая не имеет ничего общего с настоящей информацией. Ранее старые календари, они имели 360 дней, и вот здесь речь может идти о возвращении планеты Нибиру, которая, конечно, вообще об этом мало кто знает. Примерное возвращение планеты Нибиру было 3,5-3,600 лет назад, и Земля находилась примерно на, значит, 1,456, это пол, почему я об этом говорю, 1,456% ближе к Солнцу. Дело в том, что по 360-дневному календарю, вот эта вот, так сказать, вот эта война, которая обозначена книгой Даниила, делалась 1290 дней, или же дольше, как раз-таки, на этот 1,456%, дольше, 1466, дольше, чем 365, наш календарь Григорьевский, точно 24 дня. Вот столько. 365, 365, точно 2,4. Поэтому у нас 366 набегают еще один день каждые 4 года, поэтому у нас высоко знакомо 366 дней, да? Вот. А в течение многих миллионов лет, и об этом шла речь в других программах, значит, планета удаляется от Солнца все дальше и дальше. Чем дальше мы от Солнца, тем дальше, это тем более серьезнее положение дел на земле, где земля находится в определенном этапе запустения, уничтожения, мерзости, простите, и невежества. Это калиюга, в которой мы все находимся. Другой вопрос, что сейчас нам повезло в течение 10 тысяч лет, но это маленький период времени в 324 тысячи лет всего 10 из 324 тысячи лет. То есть это совсем много, можно сказать. Вот. Тем не менее, да, это будет. Вот. И тут есть аналогии, значит, микронова, допустим, она переводится определенная, и Нибиру тоже переводится определенная, и, то есть, короче говоря, 3.11.20 это была дата, в календаре, согласно Даниилу, вот, порочистам Даниила, порока Даниила, в обычном календаре, сказано так, в другом, значит, 8.14, заметьте, 14 это, это дата Нострадамус, уход Нострадамуса, я об этом говорю довольно честно, 8 это, ну, понятно, да, 2.4, 4.2, это, это, Сатурн, да, 8 плюс 14, это будет 22. 22, вот, как мы знаем, да, 2300 вечеров и утро, оно, а именно зло, будет продолжаться, торга святилища восстановит свои права, 2300, делить на два, у меня, это 3000, ну, в общем, 2300 и 2, да, это, значит, примерно 3,14 года, или это пи, да, число пи, 3,14, да, или ин, вот, плановое в этом дыме началось официально, да, 11 марта 2020 года, день в день, и мы можем определить, что 2300 дней, да, делить на два, добавим полторы тысячи, получаем 5 мая 2023 года, когда это все, дело закончилось, да, вот, то есть, продолжалось зло, оно продолжалось ровно столько, сколько написано, это просто удивительно, насколько это все, да, мы, конечно же, эти вещи не знаем, но это все прописано, то есть, это не то, что кто-то, это вот, никто этого не знает, это, это просчитывается, то есть, дается какие-то вот сигналы, да, давайте сделаем вот это, вот, вы должны сделать вот это, то, не имеет значения, кто это делает, но должно начаться вот это, вот это земля, Оно должно начаться так, вот в эту дату, а дальше в другую дату оно должно закончиться. Всё. И тогда, потом мы начинаем анализировать, как это и что это, почему это. Ну, как известно, всё приходит потом. То есть, там всё запланировано, и она идёт так, как она идёт. Ну и дальше, значит, как бы наступает это всё не случайно, это всё называется корона. Да, коронаваль. Кто такой коронаваль? Коронаваль. Кого коронавали? Коронаваль и сатану. Или антифосану, как его можно называть. И, значит, отчёт идёт от 15 сентября 23 года. То есть, это еврейский Новый год. И отсюда идёт ещё. Ну, то есть, это, в принципе, совсем недавно. И поэтому события, которые стали происходить далее, да, они стали происходить тоже, вот, 15 сентября, можно прочитать, вот, значит, до 7 октября, дальше вот то, что там было совсем недавно, например, 13 апреля и так далее. Вот. Поэтому тут всё, значит, оно по плану. Ну, как бы, если можно так сказать, по определённому плану, да. То есть, война, как бы, через 22 дня. После 15 сентября 22 – это максимум. И инь, да, инь, динь, это равняется диодоизм. Вот. А именно, конкретно, 7 октября 23 года. Опять, тут всё сходится, всё просчитывается. Просто ещё раз повторю, здесь я делаю эту программу, поскольку, ну, как бы, тут я не акцентируюсь на своём канале, просто здесь иногда какие-то каналы, какие-то, в общем, вещи я, так сказать, делаю. Хорошо. Дальше. Поехали дальше. Я повторяю, это будет одна часть небольшая, сейчас у нас просто программа уже началась, да. Через 4 минуты начинается программа на главном канале, поэтому я не хотел бы, чтобы это вмешалось. Так. Так вот, дата. Пятница 23, пятница 13-го, 23-го, заметьте, 13-го, да. А сейчас у нас 24-го, ровно вот прошёл. Где опять вот это вот, дроны там и так далее. Правда, правда, это было в октябре месяце, правильно? Сейчас у нас апрель месяц, тоже имеет значение. В общем, короче говоря, 13-го, октября 23-го, долгое время считалось ключевой датой, которая определяет какие-то там события, которые нужны на происшествии. Вот. И в этот день начался такой, как бы, ну вот, что ли, как они называют, да, джихад, который, ну, значит, многие считают, что это начало Третьей мировой войны. Ну, я бы не сказал так, я не вижу Третьей мировой войны в том плане, как мы, многие её предвидят, предсказывают, предполагают, не вижу, потому что она никому не нужна. Во-первых, тут уже есть определённые вещи, где, к примеру, в Соединённых Штатах 24-й год день выборов, да, то есть год выборов, да, и не только в Соединённых Штатах. Поэтому нет смысла начинать, ну, не допустят, короче говоря, сейчас это всё опасно, то есть может всё развернуться, но есть план, есть определённый план, который всё должно пройти, как оно должно пройти, а дальше посмотрим. Ну, и дальше, правда, я не вижу, поскольку до 1925 года вряд ли что-то будет, я думаю, что и после вряд ли, но тем не менее. Вот, то есть 1923 год был показан какой-то такой кульминационный момент, начало чего-то, то есть, но дело в том, что это произошло после, допустим, 21-22 год, да, накануне 22-го года, мы знаем, начало февраля, февраль 24-го, 22-го года, что была Украина, да, и конец 23-го года, вот как раз сделали такие вот определённые события. То есть, переворот был, точнее, не был, но попытка была в 23-м году, как мы знаем, там всё это связано с этим Багнером, да, с этим товарищем, которого злобляло это всё, и всё после этого закончилось. То есть, он куда-то исчез, да. Ну, якобы погиб, а может, он не погиб, он этого не знает, но всё закончилось. То есть, как-то, вот было всё это вот тихо. Но это была попытка, вообще-то самая, типа переворота, да. Ну, и это была одна из самых главных, даже не считая войну, Украина, Россия, да, а вот даже с 2001-го года, с сектабря, лагуя, 11-го сентября. Но за много лет до этого было предсказано, что в 23-м году битва, а речь идёт о битве, вот мы воспринимаем это очень, ну, как бы, предметно, да, если битва там с кем-то, там, кто-то с кем-то обязан сражаться, да, а если души сражаются, чёрные, со светлыми, например, да, это не видно, правильно, они же где-то там непонятно в каком-то мере сражаются. Так вот, значит, речь идёт о перераспределении душ, то есть чёрная душ и светлая душ, условно говоря, они не могут быть чёрными, белыми, зелёными и так далее. Ну, понятно, по определению, светлая – это хорошо, а тёмная – это плохо, да, ну, и так далее. То есть чёрная душа – это демон, мы будем так говорить, а белая душа – это, значит, как бы, ну, хорошая, допустим, да. Вот, и тут речь идёт о бездушных существа. Кто такие бездушные существа? Расскажите, вы знаете, кто? Нет, сто процентов могу поспорить. Тут всё равно нет людей в чате, поэтому никто и не ответит, но кто-то потом будет смотреть, поскольку я потом поставлю это на главный канал, и вы это всё увидите. Так вот, ну, у нас есть Оксана, она молодец, она смотрится, Оксана, мы знакомы, давно. Вот ещё один человек показан. Так вот, кто это? Бездушные существа – это искусственный интеллект. E.E. Или A. Artificial Intelligence, по-английски, да, or AI. Именно так и случилось, собственно говоря, искусственный интеллект. И вдруг ни с того ни с сего в 23-м году, да, а вдруг в 23-м году огромное количество поисковых систем, всех поисковых систем, но насчёт 23-го интеллекта. Вначале появился GPT, это ЧА, потом GPT-2, 3, 4, кто это, что это. Ни с того ни с сего. Просто вот как снег на голову. Всё это дело свалилось. Ну и кто тут главный в этом деле? Ну, Милон Маск. Это фигура какая-то определённая, тоже непонятная фигура, которая, значит, проповедует какую-то определённую идеологию, да. И эта идеология, как и машина Тесла, это, ну, как и сатанинский энергии, как и искусственный интеллект. Вот почему? Это всё очень-очень искусственно. И если мы говорим про машины, то, несмотря на эти технологии, они, ну, как вы уже были, в начале даже 900-х годов, вообще-то говоря, прошло уже 100 лет, слава богу. Вот. И вдруг опять... Они тогда развивали скорость до 100 км в час, в общем-то. Сегодня что у нас? Ну, 100 км в час мало кто едет, вообще-то. То есть можно ехать и 200, но тебя же возьмут за одно место, понимаете? Поэтому, что-то... Зачем это надо? Короче говоря, дело не в этом, да? И он появился откуда-то, непонятно откуда, причём интересно, что... Ну, как бы, мне кажется, может, и ему кажется, короче, сказать так, о том, что... Значит, это старт, определенный старт, для чего-то, для какой-то цели он нужен, понимаете? Очень интересный момент. Вот. И... Ну, как бы, возможно, инкарнация Никола Тесла, который в своё время тоже сделал злую вещь, да? Он уничтожил возможности человеческого разума, поставив... Всем поставив телевизоры, вот эти как... Айпэды всякие там и так далее. То есть... Он может привести к гибели разума, да? Человеческие... Ну, не он. Он тут вообще ни при чём, а он просто какая-то фигура. Который может к этому привести. Это возможные варианты. Я не говорю. Ну, просто человек выполняет свою роль. Просто и чём. Так? Так вот, 22 февраля 2022 года упоминалась важная дата. Важная дата и предсказание, многие предсказывали, о войне в Украине. Ну, точно практически в день. Ну, может быть, и 22-го было, но решение не 22-го, а 24-го. Я об этом показывал много, потому что код самого Владимира Владимировича Путина, президента России, 24, что самое интересное. Поэтому... Ну, я не знаю, поэтому, не поэтому. Ну, неважно. Короче говоря, это было предсказано. И это сбылось. Значит, 21-й год был упомянут, вообще-то говоря, 21-й год как срок Настрадамуса. Вот. Значит, ну, здесь речь идёт о... Уже выше я говорил, Всемирное организации здравоохранения, несмотря на то, что это 19-й год, но, тем не менее, официально было тогда признано. То есть, где будет что-то происходить. И теперь, конечно, мы знаем, поэтому я не буду на этом акцентировать внимание. Всё-таки YouTube есть YouTube. Надо выполнять правила. Правила об этом говорить нельзя, тем более, сделать предположение. Хотя они и так всем известны. В Сенгейтс Underground, к примеру, или где-то ещё будет. Правда, они были. Добноёжный делал. Ну, сделаем. Вот. То есть, дело в том, что в середине января 20-го года две планеты, очень серьёзные, это Сатурн и Плутон, то есть, они, в принципе, и говорят о очень серьёзной эпидемии. То есть, это просто прямым текстом. И это середина января, повторяя, 2020-го года, прямо, когда всё это дело началось, действительно, какая-то очень серьёзная эпидемия. Вот. В январе 20-го года ситуация в Китае была действительно очень серьёзная. ну, якобы официально, конечно, тут это самое вот это хамь, ну, как бы провокация вот этого вот эпидемии и так далее, и так далее. Ну, и в кодексе Майя есть такое, да, значит, был вот официально где-то там даже есть в этом кодексе как бы древних Майя, официальное начало 31 декабря 2019-го года, да, то есть вообще и тут речь идёт почему в этом участвует Бог, почему он не предупредил, почему он дозволил типа такого, понимаете, то есть дело в том, что есть люди, которые действительно поклоняются Богу, не только выполняют свой ритуал, они действительно так думают, и действительно они одни из немногих людей, которым суждено остаться и увидеть какие-то вещи, которые действительно не просто так ещё повторяю, читают ручинаш или что-то ещё, молитвы, другие молитвы, ну, как ритуал, так не мешает мне, так сказать, читать молитвы типа такое, приходят дети, ну, так не делается вообще, ну, тем не менее. так вот, существует понятие времени, да, время, кау, на санскрите, но дело в том, что есть пророки, и вот, значит, есть гиды пророков, старшие, средние, младшие, и приходит определённый старший пророк, главный, типа, Насрадам, Мастердамус Ванга, Эдгар Кейсинг, они в определённый период проходят времени, и они сообщают какую-то другую информацию, но у нас на Земле таких нет сейчас, поэтому спекуляция именем есть, и якобы Ванга сказал, вот это, но он давно ничего не говорил, естественно, Эдгар Кейсинг сказал, кто Мастердамус сказал, это, очень за уши притягивает, непонятно чего, хотя есть определённые коды, которые совершенно чётко всё говорят, да, то есть, значит, скажем, сегодня, да, бинарный код, если мы будем стараться в 660 миллионов лет, да, то мы всё равно вот эту глупость, которая сегодня творится, да, мы не сможем преодолеть, а дело в том, что вот сегодняшняя, скажем, религия, которая существует, да, она, к сожалению, извращает вот эти все знания, ну, ну, а как, а раз и не так, да, поэтому из Библии выбрасываются очень многие вещи, выбрасываются даты, выбрасываются смыслом очень многие, а есть понятие пальмовые листья, да, вот, и в пальмовых листьях написано всё, но это же не религия, это, вообще-то, информация от божественного ресурсовщик, да, вот, ну, и, короче говоря, значит, отчёт, если это 23-й год, то, в принципе, надо добавить 7 лет, поскольку это 7 лет, и так, 2023-2030-й годы, и это уже какой-то определённый, то есть переход в какое-то определённое измерение, да, и вот другой представитель, предсказатель, Бян Джами Парвичини, да, пастор, вот, он оперирует вот каким-то, скажем, астралом, понятием астралом, но и в 30-х годах, то есть если мы якобы там какое-то измерение находимся, то мы должны перейти в 30-е годы, начали 30-е годы измерения, поэтому даты такие, 23-й, 30-й, 36-й, на пороге 37-го года, вот это даты, между ними ничего такого особенного по идее не должно произойти, вот, ну, вот примерно так, то есть сегодня об этом не говорят, поскольку очень люди не посвящены в эти бывшие империи, да, и поэтому они поделываются на очень и очень низком, примитивном уровне, то есть все операции производятся с помощью ума, не разума, вот, оперируют ум, нравится, не нравится, так, так, это лечение такое, не такое, восприятие информации, которая содержится в этом же лечении, оно абсолютно по-разному можно ее трактовать, ну, степень подготовки здесь имеется в виду, здесь имеется в виду, очень не очень многие вещи, понимаете, понимаете, но, дата, да, дата, в принципе, в 16 веке Нострадамус говорил про определенную дату, да, ну, и есть, как ни странно, есть на Земле какие-то непонятные мультики, непонятные мультики, которые зовутся Симпсоном, там тоже, правда, много всего, все Симпсоны, все Симпсоны все знают, все они уже рассчитали, да, ну, как бы, странно, но, действительно, это, как бы, существует, да, ну, говорит, война, как бы, да, но Украине закончится, ну, кто-то говорит, закончится на третий год, то есть, в принципе, идет отчет еще от конца декабря до двадцать пятого года, ну, не закончится, но сойдет на нет, вообще-то говоря, это даже и я говорю без всякого пророка, без всякого всего, даже по элементарному простому варианту, 2026 год, это новый цикл, единица, новый цикл, то есть, двадцать пятый год, последний год в каком-то определенном цикле, вот, да, ну, об этом многие говорили, вообще-то говоря, говорили, там, разные пасторы, там, Филипп Барнетт, там говорили, православные священники, такие, отец Паисий, там, с горы Афон, святой Лагрентий, Черниговский, кстати, да, Чернигов был назван в честь, да, святой Серафим Царловский, ну, и ученые, там, и так далее, а православный священник Феофан, последователь, да, Сокура, такого, говорил о том, что война на Украине закончится, вот она, этот третий год, ну, а, значит, кто-то говорит о том, что, ну, может быть, и, сказать, ну, как закончится, все, она просто, вот она, вот как ковид, он закончился, непонятно, как он закончился, кто его победил, ну, взяли объявили, все закончилось, ну, вот и здесь закончится, дай бог, ну, дай бог хотя бы, да, другая война, правда, другая война, где идет, сейчас вот на Ближнем Востоке, она не война еще, но, тем не менее, очень как бы серьезные такие события происходят, вот, ну, ее рассматривают уже по-другому, совсем по-другому, то есть, это речь идет о Ветхом Завете, апелляции там к Иисусу Христу и какие-то другие ссылки, потому что все не случайно бывает, когда пришел Иисус Христос, и так далее, все это имеет к этому отношение, да, вот, а в 15-м году, в 2015-м году, значит, сказал, в 2012-м году, точнее, Генри Киссинджер, сказал, что примерно через 10 лет Израиль, в 22-м, перестанет как бы существовать, но это можно говорить сколько угодно, у нас был такой Жириновский, вот он тоже много чего говорил и так далее, но, тем не менее, дело в том, что прошло пробитие плана, пробитие плана, то есть, был избран президентом Соединенного Старта Трамп, вот, и это был белый, это был белый всадник апокалипсиса в 16-м году, но, как известно, в 20-м году его сменил, да, ну и так далее, ну, давайте, вообще дальше, много информации, в том числе, всадники апокалипсиса и так далее, но я хотел бы на этом закончить, это эфир, 34 минуты, я не планировал больше, чем 30 минут, и мы продолжим это все, продолжим, я сейчас даже отмечу, вот у меня есть где остановиться, давайте я отмечу, да, и мы продолжим это, ну, по всей вероятности, завтра, сегодня много программ уже было, и сейчас даже эта программа, все, а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, он путист the router, да, но если есть пока, Продолжение следует...